Галина Михайловна встречает гостей. Визитеры – сотрудники музея Бурылина. И на этот раз все наоборот. Это музейщики пришли посмотреть на экспонаты. В коллекции Галины Михайловны несколько открыток до революционной эпохи. Сохранились чудом, к ней попали тоже случайно. Дело в том, что это мне досталось наследство. Ну, не близких родственников, ну, как я не знаю, как сказать. Все-таки родственников. Одна из открыток – типажная, выпускалась большим тиражом. Редкостью не является. Если, конечно, не принимать во внимание, что ей больше века. Другая – с изображением семьи. На обратной стороне аккуратные строки красивым почерком поздравляют с Днем Ангела. Кто-то сто лет назад получил эту открытку и улыбнулся. Но любимая карточка хозяйки сокровищ – вот эта, с видом Симферополя царских времен, когда споров о территориальной принадлежности полуострова и в помине не было. Ездили каждый год отдыхать туда. Вот это мне знакомо. Все побережье. Потом, вот, я очень рада, что Крым-то все-таки вернулся ко мне. У сотрудников музея эта карточка тоже вызвала интерес, но уже профессиональный. Фотооткрытки, вот эти иллюстрированные почтовые карточки. Точно такие же собирал и основатель нашего музея Дмитрий Геннадьевич Бурылин. В фондах нашего музея хранится целый альбом с видами Крыма. Кроме открыток у Галины Михайловны есть коллекция денежных знаков. Правда, чуть более поздние эпохи. Это большая 1920 года. Совсем маленькие никак не датированы. Бумажные денежные знаки, которые относятся к фонду банистики, большой интерес представляют вот эти маленькие 20-рублевые, 40-рублевые бумажные денежные знаки, которые вполне украсили бы фонд нашего музея. Хозяйка мини-коллекции за свои сокровища не держится. Все, что представляет для музея ценность, готова пожертвовать. Женщина уверена, эти артефакты должны видеть люди. Пылясь в ее комоде, пользы они не принесут. Их место на музейных витринах. Мне просто хочется, чтобы эти вещи знали и видели другие, кроме меня. То, что экспонаты царских времен сохранились в хорошем состоянии, редкость. В музее же вещи со столетней истории отдают еще реже. Если в музее открывается выставка, совсем недавно в нашем музее открылась выставка «Коммунизм коммуна коммуналка», которая представляет предметы советского быта. И начался буквально поток людей, которые хранили точно такие же вещи, предметы быта, те же открытки, документы, фотографии, журналы советского времени. И все это в большом количестве приносит в музей. Но поступления до революционного периода, они значительно реже. Сотрудники музея обещают, и карточки, и купюры будут в сохранности на виду у посетителей. Займут свое место рядом с коллекцией Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Галина Михайловна теперь в некотором роде последовательница самого известного ивановского мецената. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. Вот это действительно...